Тишина, внимание, мотор. Сцена шесть, кадр один, дубль один. И начали! Рома! Ну выходи сразу, поначали же было! Я прошу прощения, я задумался. Задумался? Давайте, стоп! Что там у тебя, а? Убери руку от лба! Не-не, все нормально, просто я хочу себе немножко думать. Давайте, о чем думать? Ну такое... Ты опять нажрался-подрался, что ли? Что сразу? Нажрался! У меня производственная травма. Откуда? Какая травма? Что, с ума сошел? Я так понимаю, вы тоже не смотрели предыдущую серию? Хорошо, давайте смотреть, что было в предыдущей серии. Дай мне холодное, что ли? Мясо, дай мне холодное. Пошли. Горе выковое. Ты забыл, что у тебя сегодня будет? С Сергеем Бадюком. Ты, между прочим, в отличной спортивной форме. Там же совсем некому за него болеть. Накачанная, татуирована, татуирована. Бадюк! Это наш ведущий, Роман Артемьев. Начали. А что, на ринге был кто-то, за кого стоило так переживать? Похоже, у меня сейчас будет второй раунд с твоей мамой. Еще раз сунешься в мою семью? Не ведать тебя, Артема. Если еще раз Темку против меня настроишь, просто закопаю. Молодец. Мужчина. Боже. А с чего ты взял, что я ночую на работе? Никаких посторонних в студии после эфира. В общем, если хочешь, въезжай хоть сейчас. Мы что, правда можем здесь жить? Куда тебя отвезти? Домой. В смысле, в студию. В большинстве корпораций категорически запрещено вступать в романтические отношения на работе. И правильно. Вот представьте. Сначала вы абсолютно не можете жить без человека. Потом абсолютно не можете его видеть. А самое главное, абсолютно не можете его уволить. При этом, если учесть ограниченность офисного пространства, вы совершенно не можете избежать с ним встреч. Более того, чем дальше вам хочется его послать, тем ближе от вас он оказывается. Таким образом, единственным плюсом несостоявшихся отношений на работе является то, что со временем вы становитесь настоящим экспертом по территории своего офиса. Вы знаете его, как никто другой, начиная от ярко освещенных коридоров до самых темных и никому неизвестных закоулков, благодаря которым вам иногда все-таки удастся разминуться с бывшим кавалером и незамеченно добраться до своего кабинета. О, привет! А я как раз тебя ищу. Или не удастся. О, господин Арсеньев, скажите, каково это завязать после стольких лет беспробудного пьянства? Что говорят врачи? Да, какие люди, Красин. Что-то быстро ты оклемался, а тебе как на собаке заживает. Надо было тебе твой хвостик с корешком оторвать. Ну, судя по вашему внешнему виду, абстинентный синдром не заставил себя долго ждать. Вон они, круги под глазами, руки трясутся. О, проблем с координацией на лицо. Вижу, ты новую камеру где-то оторвал себе. У настоящего журналиста одолжил, да? Да, очень смешно. А вы каждый день наркологический диспансер посещаете. Скажите, что вы испытываете? Печаль, злость, разочарование? Да нет, Красин, я испытываю неопределимое желание. В связи с тем, что у меня ватка в правой руке, дать я в твою наглую папарацовскую морду слева. Бли хронического алкоголика агрессия – это норма? Мысли о суициде еще не посещали? Оп! Отличный кадр! Даже вижу подпись, Роман Арсеньев снова сел в лужу. Эй, ты, желтушник, лови! Это что? Слушай, ты, гаденыш, маленький, ну-ка, иди сюда, дрянек! Сейчас руку сломаю! Тихо, тихо! Да не гаденыш, это мой сын! Пошли, сынок! Фруктовая, пломбир! Фруктовая! А-а! Фруктовая, пломбир! Ира, слушай, а можно побыстрее? Просто у меня к тебе дело. Надеюсь, ты оценишь мою заботу. Что может быть хуже с утра, чем встреча с бывшим? Разве что отвратительный кофе. А у меня два в одном. Чудесное начало дня. А что ты грустная? Молчишь. Ты хочешь поговорить? Скажи, куда ты меня ведешь. Я же говорю, я хочу поговорить о деле. Какие у нас с тобой могут быть дела? Ира, я хочу, чтобы ты знала, что то, что мы с тобой расстались, совершенно не означает, что мы теперь чужие люди. По крайней мере, для меня. Я надеюсь, ты оценишь мою заботу. Ирина, позвольте представить новый спонсор вашей программы. Приятно очень, Кирилл. Ирина. А? Слушай, пап, а ты что, бросил пить, да? Навсегда? Ну так. А это ради меня, да? Ну, ради тебя. Привет. Просто с утра пить хочется. Привет. Голова болеет, давление. Кошки в архатуру ночевали. Надоело сонок, короче. Слушай, а где дядя Боря? Боря, тебе зачем? Ну, просто здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Рома. Как и дорогие ваши? Отлично, спасибо. Ну, хорошо. Вашим инвалидам. Да. Это вот вам может понадобиться. Ну, а с вами, надеюсь, на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Конечно. Очень приятно мне было с вами познакомиться. Мне тоже. До свидания. Ага. Спасибо. Ну, вот все. Сережа, скажи мне, пожалуйста, где ты его нашел? О, какая разница. Тебе что, деньги не нужны? И главное, ты понимаешь, попадание идеальное. Человек, бросивший пить, будет рекламировать клинику, помогающую бросить пить. А в чем проблема? В характере. В твоем? Человека, бросающего пить. Сейчас тебе нужно, чтобы дядя Боря всегда был рядом с тобой. Потому что вдруг у тебя какие-нибудь когнитивные нарушения наступят. Моральная поддержка очень важна для качественной ремиссии при отказе от алкоголя. Откуда такие познания? Из интернета. Откуда еще, пап? Вот, кстати, я тебе тут принес обед. Тебе сейчас нужны витамины, калорийная еда. А? Офига себе. Где ты взял это? Украл? Или это, из интернета тоже скачал? Нет, дома спер. О, вот теперь я могу идти. Приятного аппетита, папа. Спасибо, сынок, а вот, спасибо. Давай. Здравствуй, дядь Боря. Привет, Артем. Я тебе еду принес. А это что? Это, Боря, калорийная домашняя еда, богатая витаминами, белками и минералами. Не то, что твоя ресторанная жрачка. Чего? Похоже, Боренька, у тебя появился конкурент в деле опеки надо мной. Сам делал, сынок, своими руками для папы. Друзья, я хочу поблагодарить вас за отличную работу. У нас была сложная неделя, но мы со всем справились. Спасибо. И вот первый ощутимый результат. У нас появился спонсор. Ого. Кто появился? Ура. Что же выходит, товарищ директор? У нас бюджет увеличился. А зарплата в гору пойдет? И у меня, и у Жени, да? Не будем торопить. События? Ирина, а чем, собственно, занимается этот драгоценный спонсор? Помогает людям. Мы будем рекламировать наркологическую клинику просветления. Лечение шизофрении и стрессов. Вам со скидкой! О, понятно. Спонсора у нас не будет. Алло. Привет. Есть минутка? Не знаю. Пистолет у тебя есть? Пистолет? Да, желательно побольше и пострашнее. Что-то вроде кольта 45-го калибра. А травматические тебя не устроят? Только если очень травматические. Желательно патронов побольше. Да патроны вообще не проблема. Только скажи, в кого ты собралась стрелять? Слушай, давай позже, ладно? Все, извини, пока. Вот интересно, кому это в голову такая идея только пришла? Что это за спонсор такой? Наркологическая клиника? Ну, спонсор как спонсор. Тебе-то что не нравится? Ты че? Народ страдает, а они на них обогатиться решили? Хамство. А ты, конечно, у нас первые страдали. Второй день демонстрируешь триумфоли, не бьешь. Они хотят приписать себе твои заслуги. А ты мерзавцы, а? Язви, язви, Боречка. Только я никому не позволю делать рекламу на своих недостатках. Роман, что это был за Димаш несогласных? Еще и в присутствии всего коллектива. Объяснить не хотите? Нафиг! Что? Я говорю, что ни в каких сомнительных рекламных акциях я, Роман Арсеньев, участвовать не намерен. Понятно. Очередная блажь. Вам предлагают стать рекламным лицом. Что в этом плохого? Рекламным лицом чего? Наркодиспансера? Клиники! Неважно, от названия суть не меняется. Вы мне еще средства от импотенции предложите рекламировать. Простите, за неделю не успела узнать о всех ваших проблемах. Это не смешно! Ладно, давайте серьезно. Реклама – это признак успеха, известности. Если вам предлагают что-то рекламировать, значит, вы популярны, значит, вашему мнению доверяют. Угу. Именно. Доверяют мнению, а не торгуют им. Если мужчина каких-то сто-двести лет назад дорожил своим мнением, а потом его менял, то его называли кем? Проституткой. А теперь вот вы правы. Это всего лишь известность. Что это? Еще один монолог из «Богом забытый пьеса»? Послушайте, ну вы же не можете всерьез так думать. Правда, он же не может. Ну, не скажите, в чем-то он прав. Ай, вы туда же. Ладно. Тогда слушайте. Вы подписали договор, в котором обязались участвовать во всех рекламных кампаниях, относящихся к нашему шоу. А значит, будьте добры относиться к его соблюдению с той же принципиальностью, что и к сохранению вашего драгоценного мнения. Все ясно. Ты понимаешь, как мне хочется выпить? Понимаю, Ромчик, понимаю. В этом и заключается главная проблема. Ты лезь в бутылку, потому что не можешь к ней приложиться. Чайку? Что-то случилось? Не важно. Просто мне сейчас хочется кое-кого придушить, и я не хочу, чтобы на его месте оказался ты. Я все понял. Успокойся. У меня есть отличные средства от стресса. Тебе точно поможет. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли. И что мы здесь делаем? Ждем. Чего? Ака Арсеньев из капризного эгоиста превратится в прелестного человека? Так вот для кого ты просила ствол. Да, и, кстати, ты мне его так и не принес. Ничего. Я приготовил для тебя кое-что получше. Слышишь? Машина? Это не просто машина. Это 360-я модена. Изысканная, утонченная. Маневренная, элегантная. Быстрая, страстная, красивая. Мечта любого мужчины. Да, такое можно только мечтать. В-образный восьмицилиндровый движок с двумя распредвалами и титановыми рейками до сотни за четыре с половиной секунды. Красивая, конечно, не спорю. Папа у меня от машин с ума сходит. С детства меня подсадил. Так что, ты предлагаешь задавить Арсеньева? Ну, в общем, да, так будет больше похоже на несчастный случай. Для начала я тебе предлагаю успокоиться. Как известно, красота спасет мир. А может быть, и Арсеньева. Ты уверен? Я думаю, тебе это крайне необходимо. Если честно, когда ты говорил про расслабление, я думала, ты имеешь в виду массаж или спа-салон. Поверь, в твоем состоянии этот способ эффективнее. Даже не знаю. А ты что, уже водила такую машину? Тебе не понравилось? Ну, вообще-то, последний раз я водила машину на экзамене по вождению. Серьезно? Ну, конечно. Тогда я, пожалуй, пристегнусь. Да ладно, я пошутила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу, чтоб женщина так и ездила. Вы куда-то опаздывали? А разве ваша машина не застрахована? Машина-то застрахована, а вот нашей жизни нет. На моей памяти у нас был только один клиент, которому требовалось обязательное страхование жизни. Да и то его где-то полгода назад лишили прав. Актер такой, Арсеньев, может, слышали? Слышали. Да, просто Ира продюсер программы, которую он ведет. О-о-о. Ну, в таком случае вам тоже стоит поберечь права. Извините. Да. Да уж. С ветерком. Не жалею, что не попала в СПА? Да нет, конечно. Ну что ты, это в десять раз лучше любого СПА. Даже в сто. Сколько там лошадиных сил? Вот у вас только раз и лучше. На завтра погоняла. Прости, но на завтра я для нас запланировал кое-что другое. Только не спрашивай, что это сюрприз. Да я не спрашиваю. Я думаю, как вырваться с работы. Элементарно. Надо сделать ее сегодня. Вообще-то... Вообще-то ты прав. Надо попробовать. По глазам вижу, что у тебя появился план. Ну, я же расслабилась. Теперь нужно расслабить Арсеньева. Еще раз спасибо. Помнится, прежние твои девушки были примерно на полметра повыше. Я как минимум на поллимона дороже. Считаешь, что у меня не может поменяться вкус на женщин? Главное, чтобы тебе не менялся вкус на машины. Вы только посмотрите. Два дня трезвости ее уже потянуло к людям. К сожалению, Светочка, не все так радужно. Единственное, что интересует Романа, это выпивка. И он интуитивно тянется к тем, у кого она может оказаться. Как было, Арсеньев. Ну, в таком случае, вы будете рады увезти его подальше от соблазнов. Что это? Ирина просила привезти Романа по этому адресу. Ирина просила привезти Романа по этому адресу. Пожалуйста. Поехали. Все, давай. Ты хочешь устроить романтическую поездку двух ежиков в тумане? Или это смог? Боря, скажи мне, почему, когда общаюсь с простым народом, то первым делом меня даже не просят автографа. Мне просто предлагают выпить. А ты? Я благодарю их. И пью этот чудесный кофе. Ну, молодец. А теперь решил им машину помыть, да? Черт. Так, моя машина, что-ка, что-то и делает. Здесь была тряпка. А это что? О, вот она где. А я ее искал. Боря, даже извить не хочется. Просто скажи мне, почему она такая большая? Все очень просто. Зимой ей удобно убирать талые снег из-под ног. А летом, вот, например, пролившийся кофе. Извини. О, чертежки приятно, Ватсон. Ваш кофе, сэр. Поехали. Куда мы едем, правда? То есть я не придумала, это действительно возможно? Не только возможно, но и нужно. Ну, судите сами, человек много лет пьет. Проводит свою жизнь как в тумане. Мучает себя, мучает родственников, но не в силах избавиться от этой пагубной привычки. Почему? Не знаю, наверное, потому что тяжело. Ну, потому что он боится. Человек боится, потому что его десятилетиями. Здравствуйте. Да что там десятилетиями? Его столетиями убеждали в том, что отказ от алкоголя – это процесс болезненный. Процесс мучительный, чреватый лишениями и горькими разочарованиями. Ну, вообще-то я думала, так и есть. Так было, Ирочка. Так было, пока не появились мы. Пойдемте, я вам покажу. У нас же и народные средства, и психотерапевт работает. Элементы восточной медицины. Вот, пожалуйста. Причем восточная медицина у нас европейского уровня. То есть делается все возможное, чтобы человек поверил. Вот. Именно это мне и нужно. Понимаете, нужно, чтобы Роман поверил в то, что вы сейчас так убедительно рассказали. И тогда он сможет донести это до зрителя. Четыре часа тридцать минут. Простите? На четыре часа тридцать минут длится курс ознакомительных процедур. Презентация, так сказать, чтобы человек, впервые попав сюда, чтобы он сам увидел своими глазами, как легко и безболезненно идет освобождение от этой пагубной привычки. Да уж. Ирочка, я смотрю, вы в первый раз сталкиваетесь с подобной проблемой. Угу. Кирилл Константинович, приехал Роман Григорьевич Арсеньев. Вперед. Да, Василий Федорович. Сергей, мне помните, я просил вас проконтролировать работу Серебряковой? Да, я контролирую. Даже спонсор для нее нашел. Очень выгодное предложение. Угу. И то, что программу с вашим спонсором ведет Роман Арсеньев, вас не смущает? А? Я не слышу ответа. О, нет. Ну, слушай, отлично. В таком случае, если вместо грандиозной прибыли от вашего спонсора мы получим грандиозный скандал от Арсеньева, то и вся ответственность будет лежать на вас. Слушай, когда говорят про ветрица, то имеют в виду парк, природу, просто прогулку по улице. Ну, никак не больницу. Ты успокойся. Где ты видел такую больницу? Вот именно. Она, скорее, похожа на бордель. Может, нам лучше проветриться в бордель? Обязательно. Только чуть позже. Слушай, короче. Чего ты меня сюда привез? А, вон вопросы всей этой девушки. Здравствуйте, Роман. Роман, я хочу попросить у вас прощения за наш утренний разговор. Я погорячилась, так что примите мои извинения. Ты тоже это слышишь? У меня слуховая галлюцинация. Сегодня утром вы сказали, что не хотите торговать своим мнением и незаслуженно хвалить клинику. Вот именно. Я могу это повторить еще и еще раз. Так вот, поэтому я хочу представить вам Кирилла Константиновича Веснянского, директора клиники и ее главного специалиста. Роман, я искренне рад нашему личному знакомству. Да? Стоит вам просто попробовать наши инновационные технологии глубочайшего расслабления и обретение синдрома глубочайшей эйфории. Это фантастика. Послушайте, даже ради эйфории я ложиться в больницу не намерен. Ну, так это и не нужно. Давай. Хорошо, если мне не понравится, что будем делать? Значит, мы откажемся от нашего спонсора. Ой, Ли! Ну, а что, я же не могу вместо вас рекламировать услуги, согласитесь? Ну, вы просто попробуйте. Ну, вы же ничем не рискуете, ну? Хорошо. Ладно, я согласен, что делать? Куда идти? Секунду. Прошу. Простите меня, алкогай! Не волнуйтесь, это наш коктейль жизни Дэн Эннерт. Лучше. Очищает тело и просветляет он. Ну тогда взболтайте, только не смешивайте. Хорошо. Вам больно? Нет, мне очень приятно. Доброй ночи. Я, Роман Арсеньев, после сложного трудового будня сбежал из душной телевизионной студии в парк. На Арсеньева, вторая крупная. Ночь. Там где-то улица, фонарь, скамейка, старая добрая лавочка. Тише да гладь кругом. Как вдруг. Вот кто рядом. Человек-легенда. Уникальный человек. Режиссер, актер, писатель. Автор моей любимой музыки. Евгений Гришковец. Здравствуйте. Я Роман Арсеньев. Я веду. Я очень рад. Но сначала, прежде чем везти, газетку подстелить, все теперь в парке сидит. Конечно. В парке газетку. Знаете, Евгений, я готовился к нашей сегодняшней встрече особым образом. Не как всегда. Дело в том, что я уже, дай бог памяти, да, два дня, как я не пью. То есть совсем не употреблял алкоголь. Двое суток. Двое суток. И четыре часа. Это почти подвиг. Спасибо. В каком вашем спектакле я слышал замечательную цитатуру, я немного разволновался, про рюмку водки. Холодной водки? Да. Плюс один. Плюс один, простите. Ну, если человек начал с какого-то напитка, ну, выпил, потом продолжил чем-то, потом смешал это еще с чем-то, потом еще и еще, а потом еще, и потом начал заканчивать тем, с чего начал, и вот если после всего этого, да еще чувствую усталость, до часиков три ночи выпить рюмку ледяной водки, она как бы его трезвит, даже проясняет сознание и наводит резкость на глаза. И вот в этот момент надо бы остановиться. Единственное, никто не останавливается. Есть такой человек. Так, это я. Сереж, я тебя прошу, хватит уже. Ты уже ногти до корней загрызал. Тебе легко говорить. Ну, сейчас Арсеньев что-нибудь выкинет, а поменяет меня. Это, понимаешь, вместо спасибо. Думаешь, легко было найти спонсора для этой программы? А ты спасибо от кого? От генерального ждешь? Он скорее удавится. Да я не знаю. Ну, это Серебряковый хотя бы. Еще лучше. Ждать спасибо от женщины, которая тебя бросила. Да я и не жду. Просто хоть кто-то должен меня поблагодарить. Ну, хочешь, я тебя поблагодарю. Только если ты успокоишься. Может, даже поцелуи. Да ладно. Ну, а чего? Серьезно? Сереж, я насчет поцелуев не шучу. Хочешь проверить? Да, почему нет? Хочу. Готов? Да. Ну, подходи ближе. Нет, ты слышишь? Что он несет? Ты посмотришь! От алкоголизма тоже другая стадия. Сколько слов связано с этим, с этой связкой. Пить алкоголь, бухать, колдырь. Это же целый пласт. Это же принять на грудь. Залить за воротник. Залить глаза. Дерзявнуть. Взять на душу. Ух, а! Не, там же очень-очень много. Что же еще? Дернуть. Что можно, Лех? Пивком лакернуться. А у меня сосед дяди Вова. Ну, из соседнего подъезда. Ну, я тебе рассказывал. Ну, помню. Ну, из которой зона-то откинулся. Ну, ну, ну. Так он меня постоянно звал полудить. Полудить? Полудить. Ну, мне очень нравится еще кое-то сибирская жизнь в Сибири. Вот. Напиться в салазке. В салазке. Чтоб раз и повезли. Или сам поскользил домой. А напиться в дрова. Все рядом. Вот, вот они, вот. Лицом в салат. Не, причем, как говорится, Слабый засыпает лицом в салары, а сильный лицом в десерт. Я недавно написал такую фразу, которая прям мне нравится. Хочу вам ее сказать. Это такая, знаете, предостерегающая, как бы, такая фраза. Друзья мои, поймите, пожалуйста, и запомните, что выпивать и закусывать это совсем не то же самое, что есть и запивать. Давай, давай, давай. Говори уже пять минут до конца эфира. Да не переживай, скажет. Да, Василий Федорович. Сергей, что происходит? Я смотрю и не слышу. Что просите? Я смотрю эфир открытого разговора и ни слова не слышу про нашего нового спонсора. Василий Федорович, ну, еще пять минут до конца программы. Что ж, в таком случае, до конца вашей карьеры на канале, возможно, тоже пять минут. Да, алло. Добрый вечер, Юрий Ильич. Это Тина. Доброй ночи, Тина. Юрий Ильич, ну, вы должны повлиять на Серебрякова, а она, в свою очередь, на Арсеньева. Тина, насколько я помню, наши должности я тебе вообще ничего не должен. Из чего это ты вдруг стал интересоваться открытым разговором с Романом Арсеньевым? С того, что я узнала о грозящем нам скандале, потому что Арсеньев отказался представлять спонсора, с которым уже заключен договор. А с каких пор потеря спонсоров стала твоей проблемой? Пусть этими вопросами занимается коммерческий отдел. Да, вы правы, а потеря спонсора – это проблема коммерческого отдела. Но вот скандал, который нам грозит, придется гасить лично мне. Вот это меня и волнует. Тина, я прошу тебя, не надо ничего гасить, пока еще ничего не загорелось. То есть вы не хотите мне помочь? Нет. Зато я хочу пожелать тебе доброй ночи. И вам тоже спасибо. Что я могу сказать? Вот обилие этих слов, жестов – это, конечно, все свидетельствует о том, что русский человек у нас, чего скрывать, любит бухнуть. Но для меня это в прошлом. Впрочем, как и для всех тех, кто воспользовался услугами прекрасной наркологической клиники просветления. Я лично опробовал их методику и могу с полной ответственностью подтвердить, что в клинике используются абсолютно уникальные методы. Да. Поздравляю. Ну и как тебе это удалось, Калисия? Знаешь, как говорят, если насилие неизбежно, расслабься и получай удовольствие. А-а-а. И? Ну, оказалось, что если доставить удовольствие, то можно обойтись без насилия. Это какое уж удовольствие ты ему доставила, мышка моя? Знаешь что, спроси Арсенья, если он тебе расскажет, конечно. Ладно, думаю, что дальше вы и без меня справитесь. Не помешало? Ну, это как раз вовремя. Успела спасти грушу. Еще немного, и ей бы здорово влетело. Причем безо всякой на то причины. Я освободила завтрашний день и готова к сюрпризам. Приятно слышать. Я так понимаю, твой план по обработке Арсеньева сработал. На все сто процентов. Кстати, какой у тебя размер одежды? А зачем тебе? Завтра узнаешь. Евгений, не хочу отвлекать, просто большое спасибо за эфир. Спасибо. Сейчас, я всем подпишу. Еще, держите. Можно вас на секундочку? Конечно. Пожалуйста. Мне к вам большая просьба. Скажите мне, пожалуйста, с кем я теперь разговариваю? С вами или с вашим продюсером? Можно со мной. Просто, когда зовете приличных людей на эфир, вы хотите просто так поинтересуйтесь, чтобы их не подставлять, что у вас за спонсоры? А что случилось? Это ваше пресловутое посветление. Это не клиника. Это галимые просто шарлатаны. Да вы что? Да не может быть. Я же там сам был. Я пробирывал на себе все их методики. И это работает. Ванна с пузырьками и коктейли, да? Даже это знаете. А можно вот на секунду? И сюда. Извините. Девочки, рассказывай. А ты не догадываешься? Нет. Работает все очень просто. Сначала коктейли, витамин С, глюкоза. Это само по себе приятно. Посветляет мозги. Человеку станут все лучше. Потом ванна, вот это, джакузи, пузырьки. От этого тоже никому плохо не станет. Но это работает не долго. А потом все возвращается и станутся только хуже. Подожди. То есть, ты хочешь сказать, что мне опять станет фигула? Ну, как ты хотел? Как? Ты что, надеялся на какое-то чудесное исцеление? Столько лет бухать без просоха, а потом раз и волшебство. Они же на что рассчитывают? Тебе стало полегче? Стало тебе получше? Ты почувствовал. Несешь им деньги, а потом тебе становится хуже. А они говорят, решай, бухать или не бухать. Сам виноват. Подожди. Дай сюда, что вы обыкновенные жулики? Нет. Они не обыкновенные жулики. Они такое жулье, которое прекрасно знает результат и это делает. То есть, я их просто ненавижу, понимаешь? Но самое ужасное, это то, что сейчас я с твоей помощью им помог. Так что, спасибо тебе за это. И, что называется, будь здоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ром, ты что творишь-то? Все нормально. Все, эффект после клиники закончился? Жаль, что твое просветление длилось так недолго. Все нормально. Я просветлел. Все хорошо. Что, действительно, колбасит немного. Спокойно, спокойно. Борька, будь другом. Мне витаминки дали в этой клинике, а я их в гельмерке забыл. Принеси, будь другом, а? Сейчас мотор заглушу. Да ладно, я здесь. Ладно, я быстро. Катя, это я. Завтра обо мне всякую фигню напишут. Так вот, знай, я был трезвый, слышишь? Я трезвый. А справку я тебе вовремя дам. Красин, давай вылезай, я знаю, ты здесь. Красин, ты полдня за мной гоняешься. Влезай. Все, 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 стабы, стабы, хватит. Что ты там делал, глупостями занимался? Эй, хватит меня оскорблять. И вообще, вы мне должны за камеру и за помятый капот. Слышишь, ничего тебе не должен. За теми ты охотишься сегодня по машинке, а? Ой, ничего, я еще оторву свою сенсацию. Я буду следить за вами. Неделю, две, три, сколько понадобится. А что это кладывать? Будем делать из себя героя прямо сейчас. Давай за мной. Давай. Давай, хочешь сенсации, где все у меня? Красин, твой шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, где же тут громко... на дорогу смотрите? А что там? Не знаете... Вот же она. А, точно, благодарю. Да, Баренька, слушаю тебя. А куда ты девал витамины? Я что-то не могу найти. Какие витамины, Баренька? Что значит, какие? А, те витамины, ну нет, и бог с ними. Мне уже легче. А кто это там сигналит на парковке? Это не на парковке, это на улице. Машины. Что значит, на улице-то где? Я едь домой. А кто за рулем? Да я. У тебя же прав нет. Ну, значит, их не отберут, Боря. Все, пока. За мной менты помнятся. Рома! Скажите, а у вас действительно нет прав? Ну, конечно, это у меня их отобрали. Ну, тогда вы, наверное, остановите, я, пожалуй, выйду. Да? поздняк метаться, красим. Ааааа! Аааа! Аааа! Ааааа! Аааа! Докладываю, товарищ продюсер. Эфир только что закончился, все прошло хорошо, без эксцессов. Все отработали на отлично. Роман, кстати, тоже. Ну, тебе, я вижу, это сейчас пофигу. Абсолютно. Ну, что случилось? Давай рассказывай. Нет, подожди. Да, я сама угадаю. Ты разговаривала с Волином. Да. А завтра я пойду с ним на свидание. Мать, да ты трескалась по уши. Я бы так не торопилась, но да, он мне начинает нравиться. Снимаешь? Лучше на видео переключить. Фотки это, конечно, неплохо, но это не то. Динамики нет. А что ты не снимаешь? Нет. Мы же готовим материал для твоего сенсационного интервью. Я уже на три стати накатал. Ладно, все ясно. Давай, снимай. Все приходится делать самому. А где-то у тебя видео, а? Да, чёрт. Дамы и господа, а сейчас в исполнении Романа Арсеньева трюк проезд на красный цвет. Контролируемый занос в исполнении Романа Арсеньева. Американские горки, вот тебе русские будут. Роман Арсеньев, как тебя зовут-то, дружок, а? Павел. Павел? Да. Паша, Павлик, а что ты такой грустный? Спотел весь. Расслабиться тебе нужно, Паш. Слушай, ну я, например, всегда перед поездкой чуть-чуть принимаю на грудь. Не понял. Вы что, пьяный что ли? Господа судьи, я ведь пьян. Я выпью уже. Ой, это была бабушка. Странного запаха нет. Ну, во-первых, это не шинель, пьян, а чтобы пахнуть. А во-вторых, я все делаю, как в Гарбачевские времена. Мальчик, дай папе кризни. Вот, давай, вот, давай. Это что? Это? Это наше все. О, май год! Вот он сегодня тебе не поможет. Вот наш бог. Посмотри. Кайф есть, а запаха нет. Тут есть немножко, ты будешь? Ладно. На, забирай. Ты себя в зеркало видела? Светишься, как новогодний елк. А чего мне не светиться-то? День сегодня просто замечательный. Меня пригласили на свидание раз. Нашли спонсора два. Я наконец-то договорилась с Арсеньевым три. И вообще, я сегодня вела себя, как настоящий дипломат. Спать ложись, дипломат. Пока тебе этот день никто не испортил. О, а я думал, все уже ушли. А Ирина у себя? А в чем дело? Мне кажется, Роман опять сорвался. Гонять по ночным улицам столицы сплошное удовольствие. Но почему-то не все его разделяют. Сейчас мы просто тащимся. Но только ради тебя, Пашка, выскочим на трешку. И там полетим. Примерно так. Смотри, Роман. Свет, вы не понимаете, насколько все серьезно? Даже я вам не возьмусь предсказать последствия. Нет, Борис, этого не понимаете. Я сегодня впервые за долгое время увижу свою подругу спокойной и счастливой. И я никому не позволю ей испортить остаток сегодняшнего дня. Ну, как же, Роман? Если все это, как я думаю, ты можешь закончить чем угодно. Ну, и прекрасно. Дайте ему отдых. У нас как раз три дня нет эфира. Пускай он делает, что хочет. Главное, чтобы понедельник был огурцом. Или просто был. Свет, мне кажется, вы не понимаете всю серьезность ситуации. Так, Борис, вам не надоело? Что? Ходить за Романом, как нянька. В конце концов, вы тоже работали. Вам тоже нужен отдых. И учитывая все обстоятельства, еще большой вопрос, кто работал больше. Ну, воспользуйтесь случаем. Каким случаем? Ну, вот Роман отдыхает. Вот и вы. Пойдите отдохните. Ну, вы это заслужили. А знаете что? А вы, наверное, правы. Да точно вам говорят. Роман Григорьевич, пожалуйста, я очень вас прошу, отпустите меня. Пожалуйста, я больше ничего и никогда про вас не напишу. Клянусь вам. Пожалуйста. Нифига себе. Как раз про эту поездку и нужно написать. Да, про эту я обязательно напишу, но больше ничего и никогда. Я вас очень прошу, вас только отпустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Вот это уже получше, да? Вы ему верите? Да, я верю. А ну, подержи. Все, теперь я могу выйти. Сидеть, сидеть, рано еще. Снимай. Вот, вот Анита мне и нужная. Ну, что ты мешаешь? Ну, что ты мешаешь? Поехали! Редактор субтитров А.Семкин